Согласно ежегодным медицинским осмотрам, перед поступлением в школу снижение остроты зрения наблюдается у 8% детей. Среди школьников более чем у 20%. Более того, как правило, к третьему классу проблемы со зрением испытывают уже 40% школьников. Вот кажется, до начала нового учебного сезона еще много времени, 5 недель и 3 дня. Но каникулы пролетят быстро, поэтому позаботиться о зрении лучше заранее. Но как это правильно делать, мы узнаем у нашего эксперта, заведующего детским отделением офтальмологической клиники Елены Бурениной. Елена, доброе утро. Доброе утро, здравствуйте. Вы знаете, мы, наверное, напугали статистикой вот этими данными в самом начале наших телезрителей. Я признаюсь честно, я сам напугался. Но неужели это правда и похоже на правду, что к третьему классу школьники, у 40% школьников... Это же почти половина. Да, это много, потому что раньше такого количества детей с плохим зрением мы не наблюдали. Связано это с тем, что у детей очень выросла зрительная нагрузка в школах, не всегда соблюдаются нормы этой зрительной нагрузки. То есть детям очень много задают и домашнего задания, и учатся они сейчас значительно дольше по времени в школах, в начальных классах. Потом нельзя сбрасываться с счетов, что когда они приходят со школы домой, они не всегда идут гулять, как правило, не идут гулять, то есть не дают себе отдохнуть. А садятся за гаджеты, то есть включают компьютеры, включают различные iPad, iPad и прочие... Но все-таки давайте перейдем наш разговор в такое положительное русло. Что нам, как родителям и нашим телезрителям, как родителям, сделать, чтобы подготовить глазки наших детей к учебному году? Месяц до начала учебного года, поэтому я всем желаю, и родителям, и детям, как следует отдохнуть. Это все-таки выехать на природу, побольше двигательных игр, то есть это теннис, это бадминтон, это волейбол, купание, загорать, велосипед. Ну все, что хотите, больше нужно двигаться. А вот хорошая рекомендация, но, казалось бы, с одной стороны, очень простая. Вот что происходит, когда мы таким образом отдыхаем, в первую очередь, что происходит с нашим зрением? Ну у нас расслабляются глаза, потому что мы не несем зрительную нагрузку на близкое расстояние. Вот, поэтому глаз отдыхает в данном случае. Я знаю, что многие родители, они все-таки пытаются и в летний период детей чему-то обучать, или, например, успеть прочитать все произведения, которые заданы по летнему чтению. Нужно ли это делать, или все-таки действительно дать полноценно отдохнуть своему ребенку? Нужно такой разумный компромисс принять, то есть почитать, конечно, нужно, но учителя задают так много, иногда хочется спросить, а вы сами попробуйте прочитать, какое количество вы задаете на лето за такой короткий период. К разговору об организации рабочего места непосредственно у ребенка мы все прекрасно помним, что след, если мы пишем правой рукой, должен падать с левой стороны. Не очень желательно смешанный свет, когда это и лампа, и, например, там, солнечный свет. Вот как правильно должен быть организован в классе вот эта цветовая гамма? Что мы можем порекомендовать учителям, чтобы напряжение на глаза наших детей было поменьше? Ну, вы знаете, свет должен быть равномерным. Вот эти лампы дневного света, которые нам дают вот такой вот ослепляющий эффект, да, и потом они еще жужжат, тоже очень действуют. Не только на глаза, но и вообще на центральную нервную систему. И если, не дай бог, какая-то лампа там испорченная, она постоянно мигает, это тоже очень раздражает. То есть нужно следить за тем, чтобы источники освещения работали исправно, вот чтобы был в классе равномерный свет, чтобы не было бликов. Вот. И еще хотелось бы сказать про интерактивные доски. То есть все-таки сейчас во многих классах есть эти интерактивные доски. Они все-таки должны быть расположены в центре класса для того, чтобы дети могли посмотреть на них. Ну, взор падал прямо на доски. Мне хочется еще все-таки немножко о летнем периоде. Как-то уже пошли разговоры, доски, задания, жужжащие лампы. Вот сейчас все-таки много фруктов. Какими фруктами можем помочь нашим глазам? И можно ли? Любыми фруктами мы можем помочь нашим глазам. То есть не только морковь вечерника прислала у тебя, да? Да, не только морковь вечерника, да. У нас с детства бабушка все кормила. Я четыре ведра съел, лучше смотреть не стал просто, да. Нет, на самом деле нужно есть фрукты те, которые идут по сезону. Они в этот момент содержат наибольшее количество витаминов и различных других веществ, которые улучшают нам не только зрение, но и наше самочувствие в целом. Специальной какой-то диеты, вот именно для глаз, в принципе, я считаю, что ее нету. Если мы получаем полноценное питание в течение всего дня, не сидим на фастфудах, то мы сохраняем зрение свое. И вот еще о чем хотелось бы поинтересоваться. Я знаю, что есть так называемая комплексная терапевтическая программа по подготовке зрения у детей к школе. Действительно так? Это такая история существует? Действительно существует такая программа. Мы ее используем у детишек, у которых уже немножко снижено зрение. Или у детей, у которых есть предпосылки к снижению зрения. То есть это наследственный фактор, то есть родители, страдающие близорукостью или другими заболеваниями глаз. Этот комплекс направлен на улучшение трофики глаз, на улучшение питания глаз, на улучшение центрального зрения, на улучшение работы головного мозга и расслабление внутренней нашей мышцы глаза, которая у нас как раз и отвечает за зрение на дальнее и близкое расстояние. По времени этот комплекс для детишек сколько? Этот комплекс длится где-то минут 20-30. На курс мы даем всего 5 сеансов. Понятно. Вот так вот. Очень полезная рекомендация, надо признаться. Елена Буренина, офтальмолог, была сегодня в нашей студии. Спасибо вам большое, доброго дня и хорошего утра.